Здравствуйте, друзья! С вами Маша и вы на канале Вкусно, Просто и Доступно! И сегодня у меня для вас подборка моих любимых и самых удачных мясных закусок. Эти закуски я готовлю очень часто и они в моей семье заменили полностью колбасу. Все просто, быстро, главное не переживать и тогда у вас все получится, все будет вкусно и вы свою семью сможете побаловать вкусными, а самое главное натуральными закусками мясными. Я уверена, что они в вашей семье тоже заменят колбасу. И начнем с приготовления мясного матраса. К фаршу, у меня здесь полтора килограмма, добавляю 2 луковицы, которые я измельчила с помощью блендера. Также добавляем 3 яйца, манку 3-4 столовых ложки, соль 1 чайную ложку, перец по вкусу и специи добавьте. Я добавила базилик. Все хорошо перемешиваем и фарш готов. Берем 500 грамм сала. У меня оно такое довольно тонкое, это очень важно, оно недорогое и доступное на рынке. И я поступаю с ним вот таким вот образом. Нужно сало 2 куска вырезать одинакового размера. Сало нам нужно посолить по вкусу, добавить перец, приправу к салу и чеснок. Я добавляю 5 зубков, но вы все специи можете добавлять по вкусу. Все хорошенько нужно натереть со всех сторон. И собираем закуску. Выкладываем фарш, его нужно, вы знаете, вот так вот как будто бы выстукивать. Кстати, хочу сказать, если вы будете использовать говяжий фарш или куриный, тогда манку можете надобавлять. Я добавила манку, так как у меня свинина и у нее нет такой клейкости. Накрываю сверху вторым куском сала, вот таким вот образом отбиваем и с помощью нити связываем все вместе. Это все, друзья, делается очень просто. Когда смотришь, кажется, что все сложно, но поверьте, это реально все просто. Отправляем все в рукав для запекания и в духовку. И тут смотрите, друзья, такой момент. Я отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов на полчаса. Если же вы хотите, чтобы у вас в итоге шкура получилась мягкая, тогда как только вы увидели, что в рукаве уже мясо закипело, уменьшайте температуру на 100 градусов и дымите 2 часа. Но если же вы любите, как я, чтобы корочка получилась такая хрустящая, тогда при 200 градусах полтора часа и все будет готово. Я один раз вынула и перевернула, чтобы корочка с обеих сторон равномерно поджарилась. И вот я выпекала полтора часа при 200 градусах. Накрываем досточкой и ставим груз. Не слишком тяжелый, буквально 1 килограмм и будет вполне достаточно. Я вынесла на балкон, там все остыло. И если хотите, чтобы у вас получилась такая холодная плотная закуска, отправьте еще в холодильник на 2-3 часа. Но так как у меня не было времени, я уже разрезаю и посмотрите, как уже все сочно. Можно готовить бутерброды. Если вы хотите, чтобы у вас было поменьше сала, можете еще больше срезать. Но вот вы видите, когда я ее нарезаю, оно чередуется. Больше прослойки сала, меньше прослойки сала. Но таким образом она получается плотная. У меня вот кусочек остался на следующий день. И посмотрите, насколько все хорошо держит форму. Эта закуска отлично подходит для мясной праздничной нарезки. А самое главное, что это доступно. Рекомендую приготовить вот такую вот вкусняшку. Фарш можете использовать абсолютно любой. Ну а следующая закуска это мясное ассорти. Ну конечно, это уже такая более элегантная закуска, но она этого стоит. Это действительно очень вкусно. И начинаем с приготовления маринада. К 100 мл растительного масла добавляем соль 1,5 чайных ложки, чеснок 1 головку и специи. У меня сегодня перец чили и специи к мясу. Но вы добавляйте, еще раз повторюсь, специи, те, которые вы любите. И подбираем мясо. Берем свинину, 1,5 кг. Я выбрала ошеек, довольно-таки жирную часть. И режем все вот таким вот образом. Нам нужно сделать мясную гармошку. Конечно же, можете, чтобы мясо было чуточку подморожено. Тогда с ним будет намного проще работать. Если вы не едите свинину, обязательно возьмите часть, к примеру, говядины. Или можно взять грудку из индейки. Тоже получается очень вкусно. Дальше берем говядину, 700 г. И нарезаем вот такими вот ломтиками. Но говядина у меня уже довольно-таки поздная. Две средних куриных грудки. И также нарезаем такими ломтиками. Каждый кусочек мяса нам нужно промариновать маринадом. Хорошо все смазываем, как телятину, так и куриную грудку. И точно так же поступаем со свининой. И начинаем собирать мясной кусок. Вот смотрите, в каждый надрез из свинины я добавляю кусок говядины и курицу. Говядина, курица. И вот таким вот образом фарширую свинину. Вот в итоге такой мясной ассортив у нас получается. И начался самый сложный этап. Нам нужно все плотно связать. Я связываю все с помощью марли. Это очень удобно, поверьте. Просто нитью будет связать довольно-таки сложно. И вот самое главное не переживать, поверьте, у вас все получится. Посмотрите, как все красиво получилось. Нитью я связала еще несколько раз. Это очень важно, чтобы потом, когда вы будете нарезать готовую закуску, у вас мясо не разваливалось. Завязываю все в рукав. И, конечно же, в духовку, разогретую до 220 градусов, на 1 час 10-15 минут. Все зависит, конечно же, от духовки. Вот посмотрите, у меня через час все вполне готово. Я также раскрываю рукав и ставим груз. Ну и, конечно же, все нужно остудить. Снимаем все наши уплотнители и нарезаем. И вот, посмотрите, в итоге, как красиво и необычно получается. У меня дети очень любят бутерброды с этой закуской. Здесь и курочка, и телятина. А жирная свинина придала сочности и нежности для этого блюда. Очень рекомендую приготовить такую закуску на праздничный стол. Ну что ж, настало время и приготовить рулет из брюшины. Брюшина у нас из говядины. Это тоже очень вкусная закуска. А готовится все очень и очень просто. Вот посмотрите, берем вот такое вот мясо. У меня это пашина. На рынке, друзья, это мясо стоит дешевле, к примеру, как там лопатка или ошеек или вырезка. У нас это называется брюшина, но его еще называют пашина. Ну, в общем, как найдете, я уверена, что на рынке, в мясных павильонах или в мясных точках это точно есть. Даже есть в супермаркетах. Нужно обязательно отделить вот эту вот белую пленку и лишний жир. Мясо нужно хорошо отбить и добавим специи. У меня это куркума, зира, базирик, тимян, ну и, конечно же, соль. Я взяла всего по одной чайной ложке, а соли две чайные ложки. Измельчаем одну головку чеснока и натираем все. И стараемся свернуть плотный рулет. И вот вы видите, да, я во время сворачивания еще присыпаю специями. С помощью нити нужно завязать плотный рулет. Я думаю, что каждая хозяйка умеет это делать. Если у вас не получается сделать именно так, можно просто нитью обкрутить в виде спирали. И вот посмотрите, как все красиво получилось. Я отправляю сразу форму, в которую буду запекать. Накрываю пищевой пленкой и в холодильник на ночь мариноваться. Но скажу, друзья, если у вас нет времени, вы можете и промариновать 3 часа, будет вполне достаточно. У меня этот рулет простоял в холодильнике целую ночь. И сейчас я накрываю фольгой и отправляю все в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут. Через 15 минут я уменьшаю температуру до 80 градусов и томлю 4-5 часов. Нам нужно добиться, чтобы в куске рулета, внутри рулета, температура дошла до 72-80 градусов. Это очень важно. Но самое главное, что это мясо останется внутри сочным. Посмотрите, какое оно сочное. Когда оно остыло, я обвернула пищевую пленку и отправила в холодильник еще, чтобы застыло все уплотнилось. И все, друзья, посмотрите, постояло у меня все 3 часа в холодильнике. Я снимаю нитку, пленку. И нарезаем. Такая вкусная и очень простая в приготовлении закуска у нас получилась. Друзья, для бутербродов или для праздничной мясной нарезки это самое то. Это просто, быстро и довольно-таки недорого. Поверьте, это дешевле, нежели купить колбасу какого-то высшего сорта. Получается неимоверно нежно, ароматно и очень сочно. Также я посоветую вам приготовить из свиной брюшины очень вкусную закуску. Но у меня сегодня уже не такой большой цельный кусок, а вот такие вот кусочки. Но уже и свинины. Я также из этой брюшины снимаю лишний жир. Ну, конечно, если вы любите пожирнее, можете не снимать, получится сочнее. Но он мне здесь как-то лишний. Вот посмотрите, какие кусочки получились. Я сейчас все заправляю. Добавляю соль, 2 чайные ложки. Конечно же, перец по вкусу. И приправу к мясу, 1 столовую ложку. Также я добавила еще базилик. Чеснок, 1 головку, который нужно измельчить. Эти пропорции у меня на 1,5 килограмма мяса. Ну и, конечно же, добавляем горчицу. У меня горчица не острая, 1 столовую ложку. И все вот таким вот образом нужно втереть в мясо, так сказать, промассировать. Нам нужно, чтобы мясо хорошо промариновалось. И вот таким вот образом каждый кусочек я складываю на друг дружку, чтобы у нас получился цельный кусок мяса. И также с помощью нити нам нужно все плотно связать между собой. Мясо с горчицей маринуется очень быстро и получается очень нежным. Я уставила этот кусок при комнатной температуре на полчаса. Дальше отправляю в рукав для запекания. И в духовку, разогретую до 200 градусов на полчаса. Через полчаса я уменьшаю температуру до 100 градусов и держу еще 1 час. Это очень ароматно и поверьте, что получается очень вкусно. Закрываем рукав и также обязательно нужно остужать под прессом. Пресс у меня не слишком тяжелый, на все закуски 1 килограмма вполне достаточно. И вот на утро можем уже наслаждаться такой вкусной и простой в приготовлении закуска. Тем более это еще очень красиво и интересно смотрится в разрезе. Смотрите, мясо внутри красное только из-за того, что это такая часть свинины. Все приготовилось очень хорошо. Вот вы видите, что есть белая прослойка и красная. Это просто такая часть. Друзья, простая закуска, очень рекомендую ее приготовить. Ну и напоследок самый бюджетный вариант это закуска из печени. Но поверьте, она ничем не оступает всем предыдущим. Берем печень. У меня свиная, но вы можете использовать абсолютно любую. 400 грамм нам нужно измельчить вот таким вот кубиком. Берем 200 грамм сала и стараемся нарезать вот таким вот самым мелким кубиком. Если хотите, можете пропустить его через мясорубку. Добавляем одно яйцо, 5 зубчиков чесночка, полстакана манки. Перец по вкусу. Я добавляю еще мускатного ореха и хмели сунели. Но специи еще раз повторяю, добавляйте те, которые вы любите. Все хорошо нужно перемешать. И вот эту всю массу я отправляю в пакет. Я знаю, что вы сейчас будете говорить, что пакет во время варки выделяет какие-то вредные вещества. Но я не знаю, друзья. Может и так, но очень много людей пользуются такой технологией. Кстати, можно его и заменить на рукав для запекания. Вот это точно идея. Я взяла в два пакета для страховки. И отправляю в кастрюлю с холодной водой. Доводим все до кипения и уменьшаем на самый медленный огонь. Нам нужно, чтобы вот эта закуска еле-еле кипела. И варю ровно один час. Через час вынимаю, немножко остужаю. И вот таким вот образом также оставляю под пресс. Сейчас у меня в качестве пресса вот такая вот консерва. Это рыбная консерва. Я ее готовлю в домашних условиях. Как мы это делаем, я оставлю ссылочку в описании под этим роликом. И вот посмотрите, несколько часов в холодильнике и можем пробовать. Все получилось плотно, красиво. А самое главное, что очень вкусно. Особенно те, кто любят печень. Эта закуска простое обедение. Но она нравится даже для тех, кто и не любит печень. Это получается очень нежно, ароматно. А самое главное, что готовится все просто, быстро и доступно. Ну что ж, друзья. Вот такая вот у меня сегодня подборка моих любимых рецептов. Я надеюсь, что этот ролик стал для вас полезным, интересным. Вы возьмете что-то для себя накануне праздники. И вы хотя бы одну из этих закусок приготовите на свой праздничный стол. Мне будет очень приятно. Если же для вас понравилась хоть какая-то закуска. Если вы хотите что-то в ней поменять или что-то добавить. Обязательно напишите в комментарии. Мне будет интересно ваше мнение. Ну что ж, друзья. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про колокольчик. Пока-пока. Увидимся. И готовьте с любовью.